середина октября в нашу местность пришла хорошая погода и хотя очень холодно видно что он топится печка в домике но зато в домике тепло а на улице солнышко и сухо и это дает возможность еще немножечко поработать на своем дачном участке непосредственно на моем назовем так старом дачном огороде делать уже совершенно нечего то есть клубника уже укрыта я использую для укрытия на зиму клубники это сосновую хвою и вот грядочки я уже укрыл поскольку уже ночью очень холодно и ожидаются еще более сильной холода вот видно укрыта клубника маленькие кустики укрываются с головой которые покрупнее они укрываются таким своеобразным окучиванием кустиков с боков и таким образом клубничка будет защищена высажен чеснок высажена зимой лук грядочки замульчированы той же сосновой хвои для защиты от суровых зимних морозов так что с этим вопрос уже решен уже запасена земля для будущей рассады это основной компонент рассадного грунта землю я беру из-под хороших предшественников для различных культур для помидор например из-под морковки но для других там перцев баклажанов из-под огурцов например хорошо так что с этим вопросы все уже решены воду из гимкостей которые имеются у меня на участке я уже слил поскольку она уже сейчас не нужна чтобы баки не были повреждены зимой я это делаю в обязательном порядке еще обычно в эту осеннюю пору я на часть грядок на своем огороде вношу перегной обычно я использую сильно перепревший куриный помет и перегной из компоста а также под некоторые культуры под огурцы и так далее я еще вношу песок но в этом сезоне погода не дала мне запасти эти компоненты и придется отложить это до весны в этом ничего страшного нет весной под перекопку я обязательно вношу эти вещи поскольку почву надо поддерживать в рабочем состоянии надо ее кормить тогда она будет тоже оказывать помощь растения те в свою очередь порадуют хорошими урожаями яблоник у много осталось только две вот одна маленькая и одна побольше чтобы защитить эти оставшиеся яблоньки от мышей они обвязаны вот старыми такими капроновыми изделиями колготками и чулками это практически стопроцентная защита ни разу за много лет не было такого чтобы мыши тронули яблоньки защищенные вот таким способом вот маленькая яблонька и вот яблонька побольше тоже таким же способом она обвязана ну большую конечно всю яблоньку не укутать поэтому достаточно примерно на один метр от земли обвязать ее вот такими колготками и чулками кроме того вот видно здесь рядышком корнесобственная прикопочка она мне тоже очень нужна поэтому ее тоже на всякий случай обвязал и остается лишь только навести порядок на огороде и на этом сезон можно заканчивать к слову сказать воду из печки в бане тоже надо не забывать сливать я уже тоже это сделал и как я уже говорил у меня есть теперь еще приобретение соседний участок вот на нем то как раз работ довольно много и благодаря вот этим последним погожим денька уже начали прибираться вот на этом новом участке что мы здесь уже сделали ну во первых были убраны все кустарники тут была малина непонятно какая дикая блепиха какие-то кусты смородины они уже тоже непонятного сорта это все я убрал то есть вот видно что уже ничего этого нет собрал всяческий хлам в основном конечно с огорода то всякие доски и всякие железки всякие проволоки много конечно дров получилось запасти благодаря этому их уже я распилил и сейчас складирую дровишек получилось изрядное количество вот такая вот поленится то есть дров уже покупать не надо во всяком случае длительное время кроме того поскольку судя по всему придется сносить вот этот старый домик дров будет вообще я думаю намного лет вперед в достатке переставил на другое место вот эту емкость для воды потому что она была расположена довольно неудобно начал разбирать забор поскольку он не нужен но он уже забор практически весь изгнил поэтому идет только на дрова в остальном если хватит времени вот сейчас как раз планирую разобрать вот этот вот компостный ящик я уже начал его разбирать вот такой компостный ящик здесь на этом участке у меня стоял сейчас я его разберу вот этот перегной из компоста разбросаю по огороду он очень поможет улучшению структуры почвы вот на этом участке видно что сорняки я повидергивал в основном конечно потому что здесь они были примерно с менее роста ну сейчас по крайней мере их не так много что-то конечно осталось мы все удалить невозможно хотя бы самые крупные убрал до домика еще руки не дошли это я уже не успеваю в этом сезоне ну а на следующую весну буду же заниматься с домиком будет сделана планировка уже более или менее тщательно этого участка и тогда уже можно будет приступать к решительным действиям то есть уже что-то начинать серьезное здесь планирую в основном сделать зону отдыха достаточно большую по площади и уже после этого у посажены различные плодовые деревья ягодные кустарники ну это посмотрим грядок не так вполне достаточно под овощи поэтому особо я уже развозить здесь огород не буду на этом участке вот так выглядит мой участок в середине октября сезон уже безусловно заканчивается осталось уже совсем немного уже обещают снег с дождем и сильные похолодания и уже придется покидать этот участок до весны но весна не за горами но в конце хочу пожелать всем огородникам хороших урожаев и всего самого доброго